Праздник акцентирует внимание на необходимости бережного отношения к своему зрению и учит людей правильно ухаживать за глазами. Кроме того, Всемирный день зрения призывает к чуткости по отношению к людям, лишенным способности видеть. А также напоминает, что им необходимы особые условия не только в домашней, но и городской среде. В Сочи для данной категории инвалидов разработана целая схема безбарьерной среды. Улицы курорта выложены тактильной плиткой, которая помогает ориентироваться на местности незрячим или слабовидящим сочинцам. А с недавних пор инвалиды по зрению могут передвигаться по городу без провожатого. Во время Олимпиады на курорте заработала система «Говорящий город», также предназначенная для информирования и ориентирования инвалидов. Радиоинформаторы позволяют им пользоваться общественным транспортом. В целом, инвалидов по зрению в городе более 600. Ряды ежегодно пополняют молодежь и дети. Успокаивает председателя сочинского общества слепых лишь то, что со своими проблемами этих людей не оставляют один на один. В связи с прошедшей Олимпиадой, серьезное было обращено внимание на нашу категорию и работа была проведена действительно большая. Во всяком случае, легче стало выйти в город, пройти куда необходимо, в поликлинику или в магазин, то есть даже просто погулять по парку. Конечно, есть моменты, которые надо еще корректировать, их надо дорабатывать, да. Но, во всяком случае, то, что общество задумалось и обратило внимание, что рядом есть такие же люди, как все, но с определенной проблемой, то это, конечно, уже весомо.